Я один Ты одна словно огонь освежит Нам с тобой больше не встретиться, нам с тобой больше Спонсор программы «Запольские новости» – магазин деловой одежды «Респект». Деловая одежда «Респект» – одежда для самых деловых мужчин. Сегодня мэр нашего города Станислав Валерьянович Белецкий посетил местный рыбокомбинат. Как известно, предприятие было создано в первые послевоенные годы и в пик своего развития обеспечивало... Короче, Стас, я кран починил. Может, кухни проверить? Давай. Станислав Валерьянович, скажите, пожалуйста, в должности руководителя «Запольского» вы впервые посещаете... Пап, мне тренер звонил. И что? Меня на соревнования берут через две недели. О, видал, какая у нас Женька? Она еще станет олимпийской чемпионкой. Нужно твое письмо на разрешение. Это еще зачем? Просто это в другом городе. А город какой? Рига. Рига, блин? Ну, молодец, Женька. Паша, ты что, дочь, с ума сошла? Рига, это же совсем другая страна. Бог знает, какая даль. И ничего не даль. Час на самолете или десять на автобусе. Да какой самолет? Я не могу тебя туда отпустить без присмотра. И сам не могу с тобой туда поехать. Я буду занят здесь. И Паша, мне тоже нужен здесь. Папа, ну я уже взрослая. Тем более мы же не одни. И тренер, и доктор. Вся команда поедет. И ты никуда не поедешь. Я твой отец. И я за тебя отвечаю. Да, блин, Стас, пусть едет. За границу посмотрит. Ты вообще молчи. Иди в кухню. Вот с такими неутешительными новостями мы пришли к началу весны. Если не заплатим аренду, нас закроют. И что же вы предлагаете нам делать? Да же нереально заплатить такую сумму. Еще каждый месяц. Минуточку, минуточку. Я вас очень хорошо понимаю. Но и вы меня тоже поймите. Ведь это не моя идея. А чья это идея? Понятно же чья. Не волнуйтесь. Не волнуйтесь, пожалуйста. Спокойно, спокойно. Что тут такое? Опять с землей надо забраться немного. Не волнуйтесь, пожалуйста. Ваши дети просто так не будут выброшены на улицу. Мы обязательно что-нибудь делаем. Простил самое интересное. Чего шумет? Теперь нужно платить за занятия. Сколько? Тем более, что нас пока еще не выгоняют. А вы на него спросите. Спрашивай. Да это не моя прихоть. Я делаю все, что могу. Но это приказ мэрии. Какой мэрии? Я не спрашиваю. Подождите. Все ясно. Какой мэрии? Подождите, подождите. Какой мэрии? Папа, какой смысл заниматься гимнастикой и не ездить на соревнования? Смысл? Чтобы быть красивой. Фигура. Осанка. Ну все такое. Ты же девочка. А если я просто хочу общаться с нормальными людьми? Ходить к ним в гости, ездить к ним на соревнования. Что значит с нормальными? У тебя целая гимназия в распоряжении. Слушай, ты чего такой никакой? Да мать с работы уволили. Опять? Снова Вовочка, снова. Типа по сокращению штата. Второй раз за год. Как ты думаешь, кто постарался? Стасик. Ну а кто же еще? Можно подумать, она алкоголичка какая-то. Если кого-то уволнять, то сразу же ее. Урод. Ну сходи к кому-нибудь в гости. Или пригласи кого-нибудь к нам. Из своих подруг. У меня нет подруг. Почему? Потому что они все дуры. Как ты вообще выражаешься? И кто, скажи на милость, не дуры? Нормальные люди, как у нас в спортшколе. И они, между прочим, едут на соревнования. Заладила. Нормальные, ненормальные. Да пусть они хоть сто раз нормальные. Ты никуда не поедешь. Все, разговор окончен. Мама бы не стала запрещать. Мама? Но мамы нет. А я пока еще твой отец. И в отличие от нее, жив. И я за тебя отвечаю. Буду больше заниматься твоей гимнастикой. Да она мне вообще никогда не нравилась. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Привет, Сыпуля. Погнали в клуб, а? Еще чего придумай. Да ладно, барышня. Я плачу. Найди себе другой барышень. Ну что вы, девушки. Какие вы, мужики? Субтитры создавал DimaTorzok Поднимаясь по ступенькам Просто сорвать одежду Выбросить все деньги Не жалей меня Не говори прости Если сердце бьется В котором грусть Вести Это деньги Поднимаясь по ступенькам Просто сорвать одежду Выбросить все деньги Не жалей меня Не говори прости Если сердце бьется В котором грусть Вести Как-то не погодится, к чему бы это? Виной грусть вести, поэтому пьют поэты настроение. Осеннее мурашками по коже мысли. Уважаемые посетители нашего универмага, предлагаем вам посетить отдел женской одежды, который находится на втором этаже нашего универмага. Там вы можете приобрести качественный, недорогой трикотаж отечественного производства. Кредит. Кредит вы можете оформить на первом этаже нашего универмага. Приятных вам покупок! Что, ушел? А ты чего стоял? Ты еще повозникай на старшего позвания. С тобой повозникаешь. Ладно. Пошли. Хорошая реакция Спасибо Тебе спасибо Подождите Я хотела сказать спасибо Пожалуйста Как вас зовут? Я Саша, это Вова Евгения Чего ж ты, Евгения, по странам-то зеваешь, а? Вообще-то я покупала одежду Знаете Вы мне очень помогли Правда Вы такие Может быть хотите мороженое? То есть что значит хотите? Просто пойдемте еще Ребята, ребята, ребята Давай, давай, давай Опа, очки На цедру 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 Ох, вы блядь, ребята Ох, яска Привет Женя Женя Ну прости меня Женя Давай поговорим Женя С тобой все в порядке? Паша Паша Жду такое Вторая дверь Женя Окно Окно Сбежала Звони в милицию Нет Куеву звони Эдику Так рабочий день закончен Я вижу, ты тут развлекаешься Ну а че Чистенько, культурненько Водочка Девчонки Водочки, девчонки Когда был в техникуме Последний раз? Вчера Не вредь Я был Не вредь Мне директор звонил Панева Ты был там последний раз В прошлый понедельник Такого черта Я тебя туда устроил Дядька, ты конечно Тебе не просил меня туда устраивать Ну хорошо Не хочешь учиться И работать? Зачем? У меня мама в Греции работает Ну нормально Сертанки Паразит ты Сукин ты сын Пашет А ты тут отдыхаешь Развлекаешься Сулыч Подожди Согласен Подожди Классная мелодия Тихо Да, Стас У меня рабочий день Два часа назад закончился Заткнись Снета скучал Это не тебе Подожди Ну хорошо Я сейчас приеду Ладно Значит так Завтра Завтра я тебе сказал Ты будешь в техникуме Понял? Это последнее мое предупреждение Понял? Дядька Ну Буду я в техникуме Ну А можно я скромный вопрос? А что у тебя с отцом? Да все в порядке Папа у меня хороший Только вот заботливый очень Так это ж нормально Ну понимаешь Я хочу сама решать Как мне жить Я ведь представляешь Даже в женской гимназии учусь Еще немного и в монастыре Что за модель? Камера есть? Да Да, хотя в любом сейчас есть камера Нет, здесь очень хорошая Даже капельки раз и видны Я люблю снимать Я попробую, ладно? Так Это видео А фото как переключить? Вот так Да, хорошее качество Но все равно не фотик Да, не фотик На тебе бываешь? Конечно Ну это хорошо Заходи к нам на городской форум www.zapult.org Ну зарегишься там Пообщаемся Обязательно зайду Ну давай, пока Пока Женя Ну сними ты трубочку А, черт, не берет Женька? Ну чего ты так долго? Что за паника, Стас? Да Женька пропала Наслышал уже Когда, где, при каких обстоятельствах Да сегодня, больше часа назад Закрылась у себя комнате Я когда дверь открыл Ее нет Да, еще окно открыто Звонил? Да звоню постоянно Трубку не берет Успокойся, Станислав Ильянович Не паникуй Что? Тебя взрослая дочь А ты ведешь себя с ней Как с трехлетним ребенком Вот и я так думаю Да ты вообще не лезь Иди вон дверь чини А ты сядь и не суетись Вдруг ее вот сейчас вот Где-нибудь грабят Или еще чего хуже Да не смеши ты людей Пол восьмого вечера Погуляет и придет А если не вернется? Ну давай на всякий случай Объявим розыск Уголовный Что? Ну, где ты была? Гуляла Здрасте Здрасте Спокойной ночи Спокойной ночи Ну вот Гуляла твоя дочь Только и всего Из огня в день Поднимаясь по ступенькам Просто сорвать одежду Выброси все деньги Не жалей меня Не говори прости Если сердце бьется В котором грусть Дверь ты за днем Поднимаясь по ступенькам Просто сорвать одежду С днем рождения, дорогая Андрюша А это тебе подарок А вечером Я приглашаю тебя в ресторан Андрюша Сторик для нас уже заказан Это что? Что это? Еда Какого черта Она такая дурацкая Папочка Прости меня, пожалуйста За вчерашнее Я была не права Да я не обижаюсь Ну и ты должна меня понять Прекрасно понимаю Обещаю больше так делать А что за дурацкие смайлики? Да, это Паша Хочет меня извести Своим творчеством Оценим Папа, почему ты отдал мне учиться в гимназию? Ну, престиж Опять же, учителя хорошие Это же дорого Ну что значит дорого? Лучшие учителя Это платные учителя А если я скажу, что не буду больше ездить в гимназию? Что значит не буду? Не хочу Это далеко Нужно рано вставать Езжу школы поближе И не хуже Ты что, на что ты намекаешь? Хочу учиться в другой школе Например, стены Нет, нет, нет Об этом не может быть и речь В какой стадии? Нет, ну и ладно Кроватая Телефон Ну я думала, ты мне подаришь такое, как было раньше Ну, Таня, знаешь ли, если каждый раз, когда тебе вздумается, ты будешь швырять его в стену Я не смогу покупать тебе такое, как было Никогда не сможешь Работай в своей школе Таня, не начинай Я не начинай Ты мне даришь всякую ерунду, а я не начинай Все, до вечера Андрей Воблин, ну ты даешь Что это? Одежда О чем такая дурацкая? Ты что, с ума сошла? А ну живо переоденься Зачем, пап? Ты что, собираешься вот в этом, в гимназию? Ну да, у нас все такое Я сказал переодеться, живо! Мне наплевать, как у вас там все ходят Я не хочу, чтобы моя дочь выглядела, как Так, марш перейдеваться и через две минуты, чтобы вышло в нормальном виде Понимаете, Эдуард Захарович, люди уже третий месяц не получают зарплату, они отказываются работать Вот как, отказываются Ну да, денег же нет Ну, что у нас здесь? Станислав Ильянович, вот рабочие отказываются работать Ну что вы, вы не так поняли? Они не совсем отказываются, просто нет денег Я знал, что так и будет Я говорил тебе, что не надо спешить У меня нет денег, чтобы заплатить им И до лета их не будет Ну, если я это им скажу, они же меня сожрут Скажи им, что мы заплатим им в конце следующей недели Пусть продолжают работать Ну как, до конца недели? Как, иди Послушай, Эдик, это несерьезно Откуда мы возьмем деньги до конца недели? Если мы не закончим строительство В ближайшие два месяца Нас с тобой вместе заморозят И причем тебя в первую очередь А почему меня? А кто подписывался под строительством? И ты забыл, кому и чем ты обязан? Думай, Стас, думай Ну хорошо, а если мы соберем деньги Ну, допустим, на благоустройство города Ну вот Стасик Ну можешь ведь, когда хочешь Ой, дядя Паша, что это у вас? Что? Где? На плече А, это? Так это я в зоопарке Спиной к клетке с павлинами повернулся Ну что, не пробуй Дядя Паша Вы не могли бы остановить киоско? Дайте, пожалуйста, зажигалку, презервативы и сигареты А 18 есть? Есть А паспорт? Нет Тогда только презервативы и зажигалка Дяденька, купите мне, пожалуйста, сигареты Мало еще курить-то А я и не буду курить Мне просто нужно, чтобы один человек поверил, будто я курю Ну, держи На, теперь точно поверите Спасибо Только не кури Хорошо Уважаемые коллеги, попрошу тишины У нас очень мало времени Перемена короткая Нам пришло распоряжение из мэрии Срочно до конца недели Сдать деньги на благоустройство города Вот это все Интересно, у мэрии есть свои деньги? У мэрии есть свои деньги? У нас попросили Я понимаю ваше недовольство, но... Да Мы взрослые люди Нам жить в этом городе Хорошо, я приеду Хорошо, спасибо Деньги нужно сдать Надежде Павловне И можно не сейчас, можно после уроков Хорошо? Список у меня готов Друзья мои, как? Алло, Танюш, это я Послушай, отцу хуже сердцем стало Давай в ресторан в субботу сходим Как в субботу? Ведь столик заказан Да, столик уже заказан Послушай, сходи с подругой, а? Опять с подругой? Да когда мы с тобой последний раз были в ресторане? Мне уже платье скоро плесенью покроется Извини, мне на урок пора Все, потом поговорим Нормально, раз-два Выход, молодец Так, хорошо Молодец Мой друг был актером Моя подруга певицей И по всему было видно Между ними что-то случится Они, люди-богемы Они почти безупречны И это случилось Однажды в пятницу вечером Он пришел в такое место Где все места давно заказаны Она была там почти одна С какими-то двумя водолазами И он увидел в ней то О чем мечтал все эти годы Но он был ей не нужен Она любила свободу Париж Тихонько плачет от того Что у него нет такой красоты, как ты Париж Ничего не значит больше в этом мире Потому что здесь есть ты Париж Тихонько плачет от того Что у него нет такой красоты, как ты Вот дебилы, чё надели? Идея Паша, что случилось в моей комнате? Где мои вещи? Да, забыл сказать Папа тебе другую комнату определен На втором этаже Очень он рассердился Ну, что ты с окна выпихнула Ты не злись на него Волнуется он Ты же одна у него А время сейчас Сама понимаешь, какое Убийцы, насильники, грабители И каждый норовит Убийцы, насильники, грабители Убийцы, насильники, грабители Я один, словно опавшие листья Ты одна, словно огонь освещи Нам с тобой больше не встретиться Нам с тобой больше Что же давай помечтаем Опять о любви, дорогая луна Помнишь, конечно же Помнишь тепло моих глаз Веришь, конечно же Веришь в честность всех Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова